Продолжение следует... Возлюбленные познакомились в 1979 году, когда имя Крутого еще не было известно широкой аудитории. Вскоре они поженились, но этот брак был обречен. Композитор не зарабатывал достаточно много, чтобы дать своей избраннице ту жизнь, о которой она мечтала. Бутома злилась, называла мужа неудачником и в результате решила от него уйти. Жену пианиста не остановила даже беременность. Довольно долго она не позволяла Крутому видеться с сыном Николаем. Однако музыкант не сдавался. Он не оставлял попытки наладить отношения с наследником и построить карьеру. И то, и другое удалось Крутому. Каждая его новая песня становилась хитом. По сей день Игорь Яковлевич является одним из главных композиторов и продюсеров странной. Между тем Елена стала затворницей. Она не желает появляться на публике и отказывается от интервью. О бывшей супруге знаменитости известно, что замуж она больше не вышла. Какое-то время работала инженером, а затем решила устроиться на радио. При этом на собеседовании Елена представилась крутой. Хотя во время замужества наотрез отказалась брать фамилию неудачника-пианиста. Отметим, что Игорь Крутой 27 лет счастлив в браке с Ольгой. Паре пришлось пройти через трудные испытания, когда композитор серьезно заболел. Сейчас все самое страшное позади. Артиста вновь и занимается творческой деятельностью. И за это благодарен супруге. Жена Игоря Крутого отметила 57-летие. Композитор трогательно поздравил супругу с днем рождения, вспомнив, через какие сложности им пришлось пройти. Сегодня день рождения Олюшки Крутой. Моей любимой жены, хранительницы семейного очага и просто очень красивые женщины, повлиявшие на меня и на мои мировоззрения, и на всю музыку. Женщины, выходившие у меня после двух тяжелейших операций и вернувшие меня к жизни. Когда 27 лет назад я впервые увидел Ольгу, первая мысль была, «Господи, бывают же такие красивые женщины?» И, к счастью, эта мысль не покидает меня все эти годы. Что в этот день я могу пожелать Олюшке? «Внутренней и внешней красоты на долгие годы, здоровье всем близким, желание улыбаться, всеобщего обожания и любви», написал в своем блоге 68-летний Игорь Яковлевич.